Хабаровские пенсионеры разучивают латиноамериканский танцы. Уроки им на общественных началах дает студент Академии физической культуры. Эти занятия, а также другие мастер-классы для тех, кому за, проходят благодаря проекту МОСТ. По задумке организаторов, представители двух поколений передают друг другу свои знания и опыт. На уроки танцев побывала Ульяна Крамаренко. Давайте еще раз повторим комбинацию. Глаза боятся, руки делают. Право. Два. Научиться танцевать сальсу и самбо пришли почти два десятка пенсионерок. Энергичные танцы не испугали даже тех, кому за 70. И с темпом, и с нагрузкой справляются легко. Однако танцевать приходится сольно. Мужчин среди учеников нет. Уроки танцев стали полноценными фитнес-тренировками. О, замечательно. Замечательно. Мы очень рады, очень довольны, потому что это как бы смена. И потом такая все же и фитнес, и латиноамериканские танцы. Пять, четыре, три, вперед. Добавляем руки. И. Латиноамериканским танцам хабаровских пенсионеров обучает студент Академии физической культуры Игорь Сухомлин. Он с детства занимается бальными танцами. Сам придумал программу занятий. На большой результат, говорит, не рассчитывал. Но за четыре урока начинающие танцоры смогли удивить. Когда они начали кики кидать 90 градусов, я опешил просто женщины в достаточно преклонном возрасте, не имея физической подготовки, так высоко кидают ноги. Пенсионеры могут не только танцевать. Для них организованы различные мастер-классы и даже уроки английского. Занятия с возрастными учениками проводят студенты. Это стало возможным благодаря проекту «Мост». Расшифровывается «Мы открыты совместному творчеству». Что интересно им. И идем как бы за их потребностями. А потребности у них просто удивительные. Петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать. Они хотят все. Потому что у них много свободного времени. И нереализованные потребности, которые они не могли реализовать, когда были на работе. Теперь очередь ветеранов делится знаниями и опытом с молодежью. Так пенсионеры решили помочь студентам педагогического колледжа. И рассказать об играх своего детства, которыми можно увлечь школьников. Мы вчера вспоминали всякие там игры. Начиная с шашек, кончая морским боем и так далее. Ручейком и так далее. Ну то есть молодые люди сейчас с этими играми даже не занимаются, скажем так. Если мастер-классы будут востребованы, занятия сделают постоянными. Так уроки по латиноамериканским танцам останутся в центре по работе с населением и после завершения проекта.